всем привет продолжаем ремонтировать нейлер devolt модель DCN45RN кто не смотрел можете перейти по ссылке в описании на начальный ролик когда его диагностировал заказал сша запчасть кто помнит здесь сгорел соленоид видите он перегрелся кстати не знаю по каким причинам это произошло может быть от того что короче для чего он нужен он нужен для того чтобы заводить магазин и подавать патроны то есть происходит выстрел происходит кратковременная подача питания на катушку катушка втягивает сердечник сердечник тянет за собой деталь магазина которая переставляет гвозди может быть он стоял на режиме очереди и им слишком часто забивали одновременно продолжительное время большое количество гвоздей и произошел перегрев и катушечка поплавилась ну не знаю причины точно короче вот артикул соленоида где он сделал это часть black and decker соленоид ассембли кстати почему-то закрытый здесь сквозной вот так визуально одинаковый только здесь наклейка на этом была какая-то надпись артикул был давайте ковырнем это резиновая пробка подплавила раз была пробка поставим ее на место так я уже забыл если честно как я его разбирал то лик немного винтики чески вот он сердечник здесь она сидит на клеммах вага надо как-то попробовать извлечь аккуратно так извлекли вага далее достаем провода мусор сюда вставляем новые теперь соединяем по цветам собираем обратно так вот эта часть у нас сразу вот так крепится закручивает ничего не буду барабан берем барабан берем вот таким образом вот здесь магнит который собирает стружку чтобы она не попала в барабан вот вы видите какой она чистый протерли немного ну что немного почистили и собираем обратно непонятно как это было я догадаюсь так ну тут вообще капец разваливается сразу прикрутить вот так уже так я рано прикрутил назад получается катушка значит как-то идет вот так вот так вот так вот так вот так закручиваем здесь попали теперь туда винтиков большого количества так значит там у нас резьба получается винт хорошо что я записал видео как я его разбирал и там идет маленький шестигранник затянули видимо нужно было оставить сразу поэтому откручиваем обратно его нужно составить сразу с пружиной значит когда ремонтируешь макиту очень редко ну все равно как бы ничего сложного во всем всегда можно разобраться под пружинкой под натяжкой затягиваем вы все можно закрывать корпус положить здесь провода реально получается закрываем крышку все отлично теперь вот на эти винтики маленькие отверточка маленький торкс торкс 10 закручиваем так довольт будем собирать довольтом потому что винты маленькие тоненькие можно сорвать что-то делать последний остался крышку крючок проверить берем аккумулятор открывается открывается патронов нету чтобы стрельнуть надо откинуть все работает переключим режим вырядим сниму аккумулятор на всякий случай гвоздички укладываем чтобы вам было виднее так чтобы нам установить гвозди берем на барабан а здесь как я понимаю вот так они должны быть один уже в магазине один на подаче магазин заряжен и теперь нужна какая-нибудь доска но как вы помните в прошлый раз стреляет он сильно поэтому это нужно где-то на улице делать а на улице сейчас ночь и темно ну что нашел вот такую доску сейчас в торец вот сюда и бахнем иногда книгу м м Все работает, заливается отлично. Что по ценам, общий ремонт я взял за все 5000 рублей, это очень дешево, это можно сказать бесплатно. Спасибо Адилю в очередной раз за пересылку из Америки, то есть я сначала заказал это, Адиль заказал себе в Казахстан, в Алматы, а потом прислал мне. Если я буду делать следующие ремонты, ну это будет стоить наверное два раза дороже. Это был как бы пробный ремонт, да и запчасти возможно сейчас уже стоят дороже. Заказывали мы месяц назад, ну около месяца в среднем это все шло. Кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.